МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18.00 в столице. Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24 в студии Иван Тулинов. Выпуск новостей сопровождается сурдопереводом от Хасана Исраилова. В Алматы простились с Денисом Теном. Трагическая гибель прославленного спортсмена потрясла не только весь Казахстан, весь мир. Люди с разных стран прибыли в Алматы, чтобы проводить чемпиона в последний путь. Его талант проявился не только в профессиональном спорте, но и в музыке, живописи и кино. Тело Дениса Тена вынесли под овацией пятитысячной толпы. Проводить в последний путь Дениса Тена приехали друзья и коллеги спортсмена, а также знаменитые деятели культуры и спорта не остались в стороне. И простые горожане к десяти часам площадь перед дворцом спорта заполнила более пяти тысяч алматинцев. На гражданской панихиде представители администрации, а также представители культуры и спорта говорили о том, что благодаря стараниям и работе, и победам Дениса казахстанскому фигурному катанию удалось сделать огромный шаг вперед. И имя Дениса Тена с этой минуты записано золотыми буквами в новой истории Казахстана. Денис это именно тот человек, и самое скорее всего все согласятся, это человек, которого ты как будто бы всю жизнь знал, наверное, и то, что бы даже знал, а искал, наверное, всю жизнь. Такой друг, человек-друг такой, идеальный. Я его люблю. Вообще весь народ любит. Не так плохо было. Видели, я повторно два раза ходила, вот прощалась. Земля плохо будет ему. Люди несли цветы, мягкие игрушки и портреты любимого спортсмена. Справиться с людским потоком помогали команды волонтеров. В 11 часов 20 минут траурный кортеж с телом Дениса Тена покинул территорию дворца спорта под аплодисменты пяти тысяч горожан. Владимир Бовкис, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар-24. В Астане, проститься с выдающимся фигуристом, прибыли заслуженные спортсмены и тренеры, поклонники таланта Дениса Тена, а также представители государственных структур. Почтить память спортсмена люди собрались в Ледовом дворце, где на протяжении нескольких лет подряд проходили шоу Дениса Тена. Елена Шрайбер с места событий. Почтить память талантливого фигуриста сюда на Борис-арену прибыли тысячи останчан и гостей столицы. Многие люди идут с цветами и со слезами на глазах. Ужасная трагедия, произошедшая 19 июля, с Денисом Теном никого не оставила равнодушным. Гражданская панихида началась с минуты молчания, после чего свои соболезнования выразили представители Министерств культуры и спорта, информации и коммуникаций, а также столичного Акимата. Попрощаться с Денисом приехали также именитые спортсмены. Многие не могли найти слов, чтобы передать горечь утраты. Наша страна потеряла героя, будущего спортсмена, замечательного и доброго человека. Денис много раз прославлял нашу страну на весь мир и стал примером для подражания для многих людей со всего мира. Хороший спортсмен, следили за выступлениями, болели. Неоднократный чемпион мира. Это пример всему нашему подрастающему поколению, как нужно тренироваться, как нужно выкладываться, как нужно отдаваться своему делу. Все ребята наши приносят соболезнования семье. Вообще всему Казахстану, потому что за него весь Казахстан болел. Я думаю, это очень большая потеря. Соболезнования выразили также чрезвычайные полномочные послы Республики Корея и Японии. По их словам, Казахстан потерял выдающегося чемпиона. Не скрывали эмоции жители города. Многие приехали из окраин, чтобы проститься с Денисом Теном. Безусловно, трагическая гибель бронзового призера Олимпийских игр в Сочи стала невосполнимой утратой для всего Казахстана. В последний путь Дениса Тена провожали аплодисментами. Ведь именно здесь, на Барыс-арене, фигурист несколько лет подряд радовал казахстанцев своими выступлениями. Елена Шираби, Расхат Коркуйшиев, Хабар-24, Астана. В посольстве Казахстана в Токио не прекращается поток граждан Японии, желающих почтить память легендарного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Несмотря на аномальную жару, люди приезжают отдать последнюю дань уважения своему любимцу со всех концов страны. В казахстанское депредставительство продолжают поступать телеграммы и телефонные звонки. Посетители уже заполнили восемь книг соболезнований. По фигуристу Денису Тену вместе с миром скорбит Грузия. 25-летний призер Олимпиады в Сочи начал свою карьеру одновременно с грузинской чемпионкой Еленой Гидиванишвили. В России они занимались у одного педагога, легендарной Елены Водорезовой. Тренер Гидиванишвили Тамара Анджапаридзе приносит свои соболезнования. В первую очередь хочу принести свои соболезнования семье Дениса и всей стране, Республике Казахстан, с такой потерей и спортсмена, и хорошего человека. И я наслышала о нем с его детства. В Москве он катался вместе с моей ученицей Еленой Гидиванишвили. У Дениса очень хорошие итоги, его биография полна спортивных побед. Он чемпион мира среди юниоров и призер второго-третьего места среди взрослых, и призер на Сочинской Олимпиаде. На него возлагают большие надежды, а тут так внезапно услышали о его смерти. Мы все убиты горем, у всех шок, такая трагедия. Из-за такого пустяка лишить человека жизни – это бесчеловечно. По данным полицейских, с начала года почти 1700 алматинцев обратились в полицию с заявлениями о том, что их автомобили ограблены. Воры снимают зеркала и колеса, разбивают стекла и достают ценные вещи из салона. Полицейские говорят, в основном это безработные молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, зачастую приехавшие из разных областей страны. Нередко раскрыть подобные преступления следователям помогают камеры видеонаблюдения, которые становятся все чаще и больше. Отдельный интерес для воров представляют именно зеркала заднего вида. Как сообщили стражи порядка, есть целая схема, по которой их сбывают на рынках запасных частей. Стоимость одного зеркала может колебаться от 25 до 200 тысяч тенге. Чаще всего нападения совершаются в центре города в обеденное и в вечернее время. Полицейские просят владельцев машин быть осторожными. Если вы столкнулись с такими моментами, что застали преступника в момент совершения преступления, не нужно его провоцировать на какие-то агрессивные действия. Тем более в момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности. В Петропавловске горел коммунальный рынок. Из здания эвакуировали больше 90 человек. Многие работники и посетители базара вышли еще до приезда пожарных. Информации о погибших и пострадавших нет. Отмечу, сигнал о возгорании торговой площади поступил сегодня утром на центральный пункт пожарной связи. На место ЧП выехали службы экстренного реагирования. В ликвидации огня были задействованы более 100 пожарных и свыше 20 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пожар чем осложнялся? Осложнялся сильной задымленностью, высокой температурой. Сложно было продвигаться нашим бойцам как внутри пожара, так и работать снаружи. По причине пока ничего сказать не могу. Будут работать дознания. Привлеклем исследовательскую пожарную лабораторию. В принципе, объект высокой степени рисков в свое время был проверен. Выдано было предписание об устранении нарушений правил пожарной безопасности. В северо-казахстанской области на 64-м километре автодороги Кокшетау-Рузаевка загорелся рейсовый автобус. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в двигательном отсеке. После возгорания двигателя огонь перешел в салон транспорта, в котором находились 20 пассажиров. Пожар был ликвидирован сотрудниками ЧС ближе к обеду. Жертвы пострадавших нет. Пассажиры самостоятельно продолжили путь на попутках. Нападение с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Любек не теракт. На данный момент расследование ничто не указывает на то, что это могла быть террористическая атака, утверждают полицейские. Напомню, ЧП произошло накануне. Неизвестный мужчина ранил 10 пассажиров в автобусе. Из них трое до сих пор в тяжелом состоянии. По словам водителя, все началось с того, что он увидел в салоне дымящийся рюкзак. Он тут же остановил автобус и, взяв огнетушитель, направился к нему. Однако на его пути появился неизвестный мужчина и ударил его в лицо. После злоумышленник стал нападать на пассажиров с кухонным ножом. Преступника задержали. Уже известно, что он гражданин Германии иранского происхождения. Мотивы преступления выясняются. Однако его родственники заявляют, что мужчина страдал тяжелыми психологическими расстройствами. Мужчина в рейсовом автобусе ранил людей. Точное количество пострадавших мы пока не называем. Есть раненые и тяжело пострадавшие, но никто не погиб. Нападавший задержан сейчас находится в полицейском участке. Идет расследование. Это все, что я могу рассказать на данный момент. В Сингапуре совершена самая крупная в истории страны кибератака на базу данных медицинских клиник. Похищена личная информация около полутора миллионов человек, в том числе и премьер-министра страны Ли Сянь Луна. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Сингапура. По их данным, хакеры украли данные пациентов, посещавших медицинские учреждения компании Сингхэлф в период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018. Это имена, номера документов, адреса и даты рождения. Кто стоит за атакой, пока не ясно. Сейчас ведется следствие. Однако, как полагают местные власти, случившаяся тщательно спланированная операция. Говорящую перчатку для немых создали воспитанники Назарбаев интеллектуальной школы из Ак-Тубе. В этом году они представили свой проект на выставке в Астане. Устройство Glove Speaker интерпретирует язык жестов в слова, понятные окружающим. Сейчас перчатка воспроизводит больше 30 фраз на английском языке. Дополнительно разработано мобильное приложение, которое связывается с перчаткой через Bluetooth. Изобретение актюбинских школьников признали лучшим на международной научной конференции в Якутске. Автор проекта Нурдаулет Томиргенов выиграл главный приз в 5000 долларов. Он сообщил, что эти деньги команда разработчиков направит на усовершенствование программы. Оформим патент, потом сделаем перчатки для разных условий, например, для зимы утепленные перчатки. В среднем две перчатки будут стоить 100 долларов. Это намного дешевле, чем аналоги. Мы поехали в школу для детей с нарушением слуха. Как только первые дети попробовали это сделать, они сразу же увидели, что на смартфоне чудесным образом выводится значение этих жестов. И они были достаточно сильно удивлены. Они будут тестировать нашу перчатку и говорить, какие нужны ей улучшения. До конца года в Актау планируют отремонтировать 8 площадок. 5 из них детских и 3 спортивных. На эти цели местные власти выделили больше 58 миллионов тенге. Первыми модернизировали две площадки в верхней зоне города. Они полностью покрыты травмобезопасным покрытием. Срок эксплуатации игрового инвентаря российского производства – два года. Сейчас в Актау насчитывается 205 игровых и 85 спортивных территорий. По мере возможности власти обещают отремонтировать их все в ближайшие годы. Кроме этого, за счет спонсорских средств также планируется привести в порядок текущее состояние указанных спортивных и детских площадок. В связи с этим мы написали необходимые письма, направили необходимые письма соответствующие инвесторам. Это крупным компаниям в нашем месте уже положительные ответы имеются. В Шардаринском районе Туркестанской области возрождают парусный спорт. В яхт-клубе при городской детско-юношеской спортивной школе обучаются 60 детей. Несмотря на то, что клуб открылся только в этом году, юниоры научились ловко ходить под парусом и успели стать призерами республиканских соревнований. Парусники пока берут на прокат, но в будущем планируют обзавестись своими судами. Также намерены усилить тренерский состав, пригласить российских специалистов, открыть тренировочную базу на Шардаринском водохранилище. Напомню, во времена Советского Союза там была тренировочная база, которая считалась одной из лучших в стране. И именно на этом водохранилище проводились соревнования союзного значения. При союзе за год в Чадаре оказывается дали результат 4-7 спортсменов, кандидатов мастера спорта. И в этом году мы тоже ожидаем, что дадут хороший результат наши дети. Возможности есть, только нам надо будет приготовить базу здесь. Я хочу представлять Казахстан на мировых соревнованиях, участвовать в различных регатах, а также достичь более больших успехов в этом виде спорта. Хотел попробовать бы походить на других яхтах, класс крейсерских яхт. Пока все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok